Проводим очередные публичные слушания, рассмотрим генпланы города Дмитрова. На второй части публичных слушаний по проекту генплана городского поселения Дмитров присутствовало совсем немного жителей. Это лишний раз подчеркнуло полное равнодушие граждан к таким мероприятиям, проводимым, кстати, в самое неудобное время, в понедельник в 3 часа дня. Публичные слушания были назначены постановлением районной администрации от 6 марта 2017 года. Начальник территориального управления, глав архитектуры Московской области Марина Филина рассказал о первом этапе реализации генплана городского поселения Дмитров. Срок его реализации установлен до 2022 года. Сам же генплан рассчитан до 2035 года. К этому времени, по прогнозам разработчиков, население городского поселения Дмитров составит 121 тысячу человек. Некоторых граждан это немного озадачило и вызвало вопросы, за счет чего будет такой прирост населения. В рамках реализации первого этапа будет построено 19 детских садов, 8 общеобразовательных школ, поликлиника на 100 мест в микрорайоне Заречья. Планируется модернизация старых и строительство новых очистных сооружений, современных котельных. По словам Филиной, для создания дополнительных рабочих мест земли сельхозназначения будут переводиться в промышленные. Выступление Марины Филиной вызвало много вопросов у жителей поселения. В частности, как в рамках генплана будет проходить программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Наиболее проблемными остаются несколько аварийных домов на улице Инженерной. Заместитель главы района Алексей Титов сообщил, что дома на этой улице не включены в ближайшие годы в план расселения. Однако эта работа будет вестись за счет районного бюджета. Он напомнил жителям, что если дом признан аварийным, то его жильцы не оплачивают капитальный ремонт. Один из вопросов коснулся возможного строительства на полигоне ТБО Непейна мусоросжигательного завода. Алексей Титов ответил, что это вопрос времени, но на сегодняшний день никакой конкретики по этому вопросу нет. Хороший вопрос был задан по поводу перспектив расширения юго-восточной объездной дороги. Дело в том, что вдоль дороги построены многочисленные торговые комплексы, создающие препятствия для реконструкции дороги. Граждан также волнует точечная застройка многоквартирных жилых домов этажностью выше девяти этажей, а отсутствие парковочных мест, неблагоустроенные дворы. Весьма неприятным оказался ответ Алексея Титова на вопрос, предусмотрено ли в генплане расширение городских парков отдыха. Чиновник ответил отрицательно. Один из городских активистов, Наталья Баршева, поинтересовалась, строительство каких объектов планируется на пойме реки Яхрама в районе Гагата. Заместитель главы района Алексей Титов проинформировал, что в генплане эта весьма обширная территория значится как производственно-деловая зона. Она подразумевает строительство офисов, складских помещений, торговых комплексов. Рядом планируется жилая многоэтажная застройка. Часть вопросов жителей поселения была посвящена проблемам благоустройства территорий и не имела отношения к обсуждению генплана. Однако, несмотря на ряд замечаний со стороны жителей, публичные слушания были признаны состоявшимися. Ну и суждения никак не проведены.